Основы религиозных культур и светской этики будут изучать школьники один час в неделю. Это эксперимент, поэтому участвует только 21 школа. Но если этот год пройдет удачно, то предмет станет обязательным во всех учебных заведениях. Марина Гордеева о плюсах и минусах. Попробуйте сейчас сами найти, что же такое религия, и это определение записать в тетрадочке. И мы проверим. Кому очень сложно, поднимите руку, я подойду. В школу пришло ОРКСЭ. Так, сокращенно, учителя привыкли называть новый предмет – основы религиозных культур и светской этики. Привыкли, потому что впервые вести такую дисциплину предложили аж 10 лет назад. Учительницу истории и общества знания Людмилу Королеву появление урока теперь только радует. Это очень сложные вопросы, вопросы религии. И поэтому вот здесь как раз лозунг «Не навреди». Я вижу, какой интерес у ребят разных возрастов вызывают эти вопросы. Не то что вопросы, дебаты, да ссор вызывает этот предмет у взрослых. По программе предполагается на время урок разделение детей на 6 групп. Все в разных кабинетах. Те, кто будет изучать основы религиозной культуры – буддизма, христианства, ислама, иудаизма. Пятая группа – те, кто выбрал интегрированный курс обо всех религиозных культурах. Шестая – о светской этике. За ребенка направление определяет родитель, пишет специальное заявление в школу. Изучение основ именно религиозной морали – это шаг назад, это вчерашний день. И еще раз подчеркиваю, в многонациональной стране такое разделение является в лучшем случае непродуманным. Мы чувствуем нарастание бездуховности, видим ее повсюду и во всем. Как-то этому противостоять надо. Я думаю, что введение этого предмета – это лишь один из путей преодоления этой бездуховности. Засомневались и методисты-педагоги. Долго изучали учебники и пособия. И сейчас уверяют – это культурологический курс. Здесь, конечно, очень многое зависит от учителя, от администрации. То, как все мы вместе, и родители, кстати, тоже, будем пристально смотреть, как происходит преподавание. Я повторю, что это культурологический курс. Воскресная школа – это совсем иное. Там формируется религиозное мировоззрение. Здесь мы о религиозном мировоззрении не говорим. Но даже разделение по принципу религиозной культуры настораживает или даже ставит в тупик. Вот, например, у Раисы Умяровны в семье исповедуют две религии. Придерживается двух религиозных культур. Света моя, она говорит, я, наверное, все-таки мама ближе к мусульманам. Я говорю, ладно, мусульманам, так мусульманам. А сын, 18 лет, он, смотрю, у него крестик. А некоторые ученые предлагают – давайте просто изучать отечественную культуру. Ей так мало места отводится в школьном курсе. И, похоже, пока родители с этим мнением тоже согласны. Подавляющее большинство тех, кто участвует в эксперименте в Петербурге, выбрало модуль, где обо всех религиях понемногу. Четверть родителей за светскую этику. Около 15% за основы православной культуры. Марина Гордеева, Алексей Карпов, Борис Пашков, Алена Важдаева, Дмитрий Тимофеев. Последнее известие. Петербург.